24 марта 2013 года ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии епископ Петергофский Амвросий возглавил служение Миссионерской Божественной Литургии Древних Напевов, проведенной в рамках фестиваля Великопостных концертов Академии Православной Музыки в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Уникальность и неповторимость богослужения заключалась и в музыкальной составляющей и в самой форме проведения Божественной Литургии. Чинопоследование богослужения, совершаемого священнослужителями, сопровождалось редкими образцами православной музыки, исполняемыми древнерусскими, сербскими и византийскими распевами. На Божественной Литургии была представлена реконструкция традиции богослужебного пения, которая существовала в православных церквах в XVII веке. Эти древние образцы богослужебного пения отличаются от современных продолжительностью и протяженностью звучания. В богослужении приняли участие главный протопсалт Корейского храма Святой горы Афон «Монах Иаков», Московский мужской хор «Древнерусский распев», сербский византийский хор «Моисей Петрович», праздничный хор Валаамского монастыря и мужской хор Санкт-Петербургской православной духовной академии под управлением регентов Анатолия Гринденко, Николы Поп-Михайлова, Алексея Жукова и Марка Качанкина. Анатолия Гринденко, Николы Поп-Михайлова, Алексея Жукова и Марка Качанкина. Анатолия Гринденко, Николы Поп-Михайлова, Алексея Жукова и Марка Качанкина. Анатолия Гринденко, Николы Поп-Михайлова, Алексея Жукова и Марка Качанкина. Анатолия Гринденко, Николы Поп-Михайлова, Алексея Жукова и Марка Качанкина. Миссионерский характер Божественной литургии также заключался в историческом и богословском разъяснении литургических действий и текстов. Простые для понимания и в то же время емкие по содержанию комментарии давал профессор Московской духовной академии протидиакон Андрей Кураев. Все люди, пришедшие в храм в этот день, имели возможность погрузиться в древнюю богослужебно-литургическую традицию православной церкви. В своей проповеди, произнесенной после чтения евангельского зачала, епископ Петерговский Амвросий обратился к воспоминаемым в этот день событиям торжества православия, ко времени, когда церковь Христова была притесняема нечестивыми императорами, которые хотели отобрать у христиан образ их спасителя, воплотившегося Слова Божьего. Именно этот живой опыт апостола в Самовинске, это знание воплощенного Слова и стал основой церкви, потому и сама церковь, это уже икона, видимое изображение невидимого Бога в этом мире. Но видится Бог не в золоте куполов и блеске церковных зданий, а видится Он в человеке, в каждом из нас. Все мы, члены этого великого живого организма, вот подлинная икона Божия, вот те самые образы подобия, о которых говорил предвечный совет. Действительно, вспоминая торжество православия, мы вспоминаем сегодня прежде всего имена многих и многих святых, отдавших свои силы, здоровье, а зачастую и жизнь ради торжества истины. По окончании Божественной Литургии был совершен чин торжества православия. После исповедания символа веры была пропета вечная память святейшим православным патриархам, преосвященным митрополитам, архиепископам, епископам, святым равноапостольным Константину и Елене, благоверным и равноапостольным Владимиру и Ольге, убиенным на поле брани вождям и воинам, а также возглашено многолетие святейшему патриарху Московскому и всей Руси Кириллу и другим православным патриархам и предстоятелям поместных православных церквей, правящему архиерею епархии, преосвященным митрополитам, архиепископам и епископам и всему освященному собору, богохранимой стране, ее властям и воинству и всем православным христианам. Чин православия завершился молитвой Пресвятой Троицы. Не до конца, гневайся Господь, будь милостью, молит тебя твоя Церковь, представляющая тебе начальника и совершителя спасения нашего Иисуса Христа. Будь милостивна, укрепи нас в правоверии силу и твоей, заблуждающим, чтобы святи разумные очи светом твоих божествий, да уразумею твою истину, умягчи их ожесточение и отвержди с ним, да познаю власть твой и обратятся к тебе, спасителю нашему. По окончании богослужения Преосвященнейший Владыка Амвросий поздравил всех присутствующих с совершившимся событием, поблагодарил организаторов и участников Миссионерской Божественной Литургии и призвал всех православных христиан свидетельствовать о своей вере, совершая добрые дела. Три православные державы молились под сводами Величественного Исаакиевского Собора, и состоявшаяся Божественная Литургия является уникальной в своем роде, потому что на ней верующие приобщились к тысячелетним традициям православного пения, которые исполняли хоры Греции, Сербии и России. Сербии 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 Сербии